всем привет вы на канале и с вами художник маскировочный жидкоист поэтому сегодня мы с вами посмотрим на маскирующую жидкость вот такую вот в тубе до этого меня не очень привлекала маскирующая жидкость во всяких банках тем более зарубежная не там супер дорогие какие-то не знаю продаются ли они вообще сейчас завозится скорее всего нет вот поэтому я решила попробовать вот такую я наносила на несколько видов бумаг уже возможно вы видели в предыдущих видео например видео про pinux я наносила вот здесь полосочки зубочисткой на вот такую бумагу от малевич с 25 пятью процентами хлопка я просто ради эксперимента на вот такой стопроцентный хлопок палаццо попробовал нанести несколько тонких линий посмотреть как они снимутся и тоже все было шикарно также я попробовала вот здесь написать а уж умна тоже стопроцентном хлопки fly away вот в таком скетчбуке и вот в таком скетчбуке с целлюлозой от скетч маркер пробовал нанести зубочисткой но для такого сердечка зубочистка это слишком мелко конечно но в общем то везде все было окей и целлюлоза и добавление хлопка и стопроцентный хлопок не знаю конечно как на зарубежном хлопке но на отечественном все было окей и я с этого даже немного в шоке как так неужели все настолько хорошо поэтому я решила попробовать сейчас залить большую площадь не просто тоненькими линиями поработать здесь все спокойно стиралась хоть но резинкой можно было поддеть хоть пальцем сразу все отходило поэтому хочу посмотреть как будет выглядеть заливка такой жидкостью на какой-то большой площади я уже подготовила вот такой рисунок здесь стопроцентный хлопок правда опять-таки от палацу но это бумага в листах которую я видела что многие хвалят вот такая черная папка она бархатная на ощупь с какой-то белой розочкой вот поэтому я тут тоже сейчас нарисую цветочек насколько я знаю надо взять мыльный раствор кисточку которую не жалко а это икея которая растрепалась очень быстро в общем вот до этого я выливала капельку жидкости просто в ненужную пластиковую тару и зубочисткой рисовала вот эти тоненькие линии которые мне были нужны сейчас же я хочу попробовать выдавить прям так и посмотреть что будет надеюсь не засохла мне не засохла отлично интересно сколько вообще надо выдавить и влияет ли смоченная кисточка на все это такое ощущение как будто пока я рисовала небольшим количеством и тоненькие линии это не так заметно бросалось но сейчас как будто как будто я на корабле на котором весь день лежат крабы на солнце или просто крабовые чипсы так я конечно думаю что важнее всего было нанести по краям потому что они будут задавать всю картину но с этим у меня не очень получилось новую я уже не хочу выдавливать сейчас помоем вот эту несчастную кисточку вода вот помутнела от него ну и вернусь когда высохнет проплешины тут какие то ну ладно будем рисовать вот Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 « image» И так я тут вроде порисовала. Теперь момент истины, чтобы снять эту маску. Я так понимаю, вот здесь у меня тоже была проплешина. Я не стала рисковать и прям поверх вот здесь возюкать, потому что увидела, что где-то здесь у меня тоже проплешинки получились. Ну, сейчас проверим. Вот так вот скатывается. Ой, все трясется. Так, давайте вот так поближе. И ура! Это все-таки была здесь маска. Какое счастье. Процесс напоминает обдирание обгоревшей кожи. Надо снимать так, чтобы снялся сразу большой лоскут. Ну, я слышала, что с хлопка может не сниматься маскирующая жидкость, а въедаться в него. Возможно, конечно, у Палаццо неправильный хлопок. Но это, напоминаю, стопроцентно. Как говорит сам Палаццо. Ой. Как бы не обязательно резинка. Она все и так чуть-чуть скатывается. Если вы вдруг замечаете, то эта маска снимается с карандашом. Ну, вот сейчас я здесь сниму. Спрашивается, зачем я рисовала. Так, вот тут, наверное, тонкий слой. Я так понимаю, вот здесь были тоненькие слои, поэтому тут надо помочь чуть-чуть. А так, в целом, где слой был поплотнее, она вот такой штукой спокойненько снялась. Ну, и зато еще можно посмотреть на... Она как пинекс гранулирует на этом хлопке. Особенно вот этот угол розово-голубой мне нравится. Это вот новые цвета. Кобальт голубой светлый и зеленый. Вот здесь тоже голубой, по-моему. Ладно, давайте продолжим. 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 Ладно, ладно, ладно. Я тут еще попыталась добрать тень и все такое, но это уже неважно. И мне кажется, какое-то грязное пятно здесь. Какая-то вот эта вот грязючка получилась. То есть первый слой вот этот цветной довольно чистенький. разноцветный, разноцветный, грануляшки какие-то красиво. А вот этот уже лег как-то не очень. Не знаю. То ли Pinox плохой, то ли бумага. Так вот, ну, не то, что очень хотелось бы рекламировать эту фирму. Просто если тоже кто-то вдруг хотел попробовать, ни разу не пробовал или хотел попробовать, но не было денег на дорогие зарубежные аналоги. Мне кажется, это хороший вариант. У меня все получилось с разными бумагами. Я уже показывала целлюлоза, хлопок, 100% целлюлоза, целлюлоза с хлопком. Вот все эти виды. У меня ничего нигде не прилипло. Все нормально оттерлось. И, в принципе, что зубочисткой я набирала из пластиковой тары, сколько мне надо было. Ну, она потом засыхает резинкой и нормально отрывается. Либо вот так кисточкой в мыльном растворе разносила по бумаге. Ну, тут, наверное, надо под углом на свет посмотреть, чтобы все равномерно прокрасилось вот этой жидкостью. И если это будет чуть более толстый слой, наверное, будет лучше в итоге сниматься, чем если это будет супер тонкий слой. С кисточкой все в порядке. Она даже помылась в мыльном растворе получше. Вот, ничего с ней не случилось. То есть просто капнуть ферри и добавить немного воды, размешать. Этого достаточно с кисточкой и все окей. Вот такой обзор. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой телеграм, подписывайтесь на этот канал. Всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok